всем привет сегодня я покажу вам пластинку которую многие критики называют лучшим рок альбомом записанным когда бы то ни было собственно вот он стоит но не совсем этот проект мы тоже поговорим в скором времени а вот этот который очень похож да на первый большой альбом элвиса пресли группа clash 1979 год пластинка лондон колен пластинка вышла в декабре 79 а записано было в августе-сентябре 79 очень быстро все пошло вообще все делалось очень быстро и достаточно правильно одинарный альбом одинарный да я не ошибся но при этом есть две пластинки компания себе с отказалась выпускать двойной альбом группы clash сделали его одинарным но по просьбе артистов и менеджера гая сивенса добавила еще одну пластинку как бы бесплатно и продавалась эта штука по цене одинарного альбома хотя это настоящий двойник но группа clash развлекалась и не так потому что следующий альбом clash названием sandinista тоже одинарный да тоже одна пластинка он вообще тройной вот такой полноценные три пластинки ничего там укороченного нет но продавался тоже по цене 1 вот настоящий подход настоящих рок-н-ролльщиков а точнее настоящих панков потому что панки у меня их два один оригинальный 1 переиздание потому что оригинальный у меня без буклета буклет там очень важен об этой пластинке мы поговорим потом следующий раз я безумно люблю и она мне нравится даже больше чем лондон колли честно говоря но у меня такой вкус извращенный вот так вот обложка очень похожа не правда ли да похоже сознательно но так захотелось так и сделали фотография считается одной из лучших если не самой лучшей фотографии из мира рок-музыки я не помню как звали девушку фотографа она фотографировала в живую на концерте clash забраковала вот это фото потому что она в расфокусе но артисты и менеджер настояли на том чтобы использовалась именно эта фотография и она стала брендовой как вы видите вот она у меня здесь присутствует это пластинка одна из тех то сделала меня взрослым по-настоящему в 1979-80 годах невинность я потерял значительно раньше невинность я потерял когда услышал битлз еще в школе учился а это уже переход из юности в зрелость миг джонс гитара вокал джо страммер вокал гитара пол симонон или саймонон бас гитара вокал кстати он здесь и изображен вот он пол саймонон и топпер хитом ударные перкуссия записывалось все достаточно быстро в течение месяца песни писались почти все в живую за там два-три дубля делалось то есть как настоящая рок-группа как и положено ну немножко об истории молодые люди современные что ли знают плохо это абсолютно точно тут деваться некуда это факт жизни и конечно трудно представить что такое 1980 год что такое 1979 что такое СССР что вообще происходило ну я могу сказать что в СССР в 1979-80 году люди которые слушали клэш которые имели даже эти пластинки были людьми особенными это я говорю о себе и о своих друзьях в лице пиночета Игоря Покровского в лице панкера Игоря Гудкова в лице конечно же свина Андрея Панова в лице Хуа Гафена Шмеля Юфы Жени Юфита известного режиссера-некрариалиста к сожалению покойного уже и еще несколько человек было в нашей компании в Москве кстати говоря не так сильно знали эту музыку в Ленинграде почему-то она пользовалась большой популярностью Борис Борисович Гребенщиков был страстным поклонником этого дела так же как и вся группа аквариум но панк-рок у них играть не получилось зато получилось много другого хорошего так вот группа начала писать этот альбом в Лондоне потом запись была прервана поехали в тур по Америке потом вернулись и быстренько быстренько доделали эту пластинку большие проблемы были у команды с компанией CBS потому что компания финансировала тур а группа как настоящие панки зарядила цену на билеты для зрителей не выше трех долларов мотивируя тем что на нас ходят простые парни они да они должны иметь возможность посетить наш концерт компания была не в восторге потому что как настоящие панки ребята жили в отелях класса люкс со всеми прелестями за от компании естественно при этом цены на билеты на их концерты были очень низкими были большие проблемы ну наверное поэтому компании захотел выпустить одинарный альбом а не двойной но таки двойной все равно получился и получился он шикарным он получился совершенно невероятным такая штука что даже критики все были в восторге хотя критикам угодить это задача непростая для группы особенно для панк группы критики обычно все обсирают ну на то они и критики я не буду ругать эту пластинку я ее безумно любил в свое время люблю и сейчас но сандиниста мне стало ближе с годами почему-то эта штука она настолько удивительно она ее действительно можно назвать одним из лучших рок альбомов всех времен и народов она соединила в себе и панк настоящий настоящую правду настоящую честность настоящее откровение настоящая песня о том что волнует молодых людей не только в англии в 79 году но и в россии сейчас в 2022 проблемы все те же абсолютно не буду их перечислять всем они вам известны так вот соединилось вот это все соединилась правда соединилась честность в игре без наворотов без привлечения каких-то специалистов больших как в исполнительском плане так и в аранжировочном все сделано самими ребятами все сделано быстро как я уже говорил почти в живую но при этом звучит это как настоящий мощный сочный гитарный рок очень чисто сыграно все при этом спета совершенно правильно хриплыми прокуренными голосами рядом с нотами хотя мелодии выдерживаются но никакого бокала никакого вокализа никакого вот этого нарочитого дорочитой демонстрации того что мы тоже артисты мы тоже умеем у нас тоже вокалист ничего этого нет рок-н-рол точнее рок рок-н-ролла здесь ну рок-н-ролла вот это же рок-н-ролл я имею ввиду в общем в общем смысле не 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 это не элвис пресли это гораздо зверее гораздо жизненнее гораздо честнее гораздо яростнее откровение злее по-хорошему и при этом удивительно качественно здорово сыграно один из критиков сказал я прочитал недавно совсем что это но масса людей говорил что это лучший альбом всех времен и народов с чем я могу согласиться кстати говоря это не значит что мой самый любимый а то что он объективно такой куда он сказал что это наверно лучшая рок-запись со времен экзамен main street the rolling stones тоже двойной альбом который писался в не человеческих условиях хотя при большом количестве денег но в условиях не человеческих потому что музыканты были не в невменяемом состоянии периодически а то и все время они сняли виллу во франции на южном берегу и в подвале сделали студию писали экзамен экзамен main street и он получился живым честным точным крутым и рок-н-ролль но об этом в другой раз лондон каллен первая песня гимн панк-рока в первую долю маршевая такая история злая с хорошей мелодией хотя спета очень сипла но это не умаляет прелести этой песни это очень крутая вещь лондон каллен лондон каллен все слышали brand new cadillac уход в сторону рок-н-ролла джимми джаз уход в сторону джаза все показали все что есть в музыке хэйтфу дерганая странная тяжеловесная штука руди кэнд фэйл это чистая ска уже с привлечением духовой секции настоящий ска которая потом заиграет джо страммер на своих сольных альбомах у меня есть парочка очень хорошая ска рэггей или регги как многие говорят очень интересно spanish bonds веселая песня веселая легкая летящая роковая тоже но про войну в испании потому что а всякой чушь и ребятам петь не интересно было драйв профайл настоящий панк-рок лосса на супермаркет почти диска легкая летящая диска написанная парнем который пел о своей тяжелой жизни когда он был ребенком и жил в подвале с родителями вот такой парадокс клэмпдаун тяжелая странная с какими-то угловатыми рифами песня до гансов брикстон самое мрачное произведение самое мрачное иногда мне казалось что это самая лучшая песня с этой классинки написал басист пол саймон он или симон он это откровенный чистый даб глубочайшим басом с тяжелым басовым рифом на котором лежит эта песня с психидерическими звуками гитарными странами кстати о психидерических звуков в песне лондон камен которая в первую долю вся вот такая заруба там есть кусочек где обратные гитары записаны неожиданно совершенно вроде бы панк-рок прямой такой откровенный и такой кусочек из психидерических полетов сознания с обратные записи но это ладно и собственно говоря альбом закончен на этом но у нас второй альбом который еще так сказать музыканты всунули в обложку один одного бронг эмбайя это чистая ска тоже чистая ска с духовыми с элементами соул непонятно почему панк-рокеры вдруг играют такую музыку death of glory и coca-cola две песни подряд вот это наверное единственные песни которые можно назвать чистым бескомпромиссным панк-роком таким которые играли все тогда в то время никаких претензий декар чит монументальное полотно здесь был овердабинг здесь инструменты писались несколько раз одну и ту же партию накладывали друг на друга дабл-трек то что называется раньше так не делали сейчас это делают практически все масса гитар записывается дабл-треком и получается просто сочный хороший звук который слушатели принимают за чистую монету как будто так вот на гитаре сыграно и записано а на самом деле дабл-треком все записано на компьютере выровнено и звучит не одна гитара а две если не три получается плотный металлический тяжелый звук на альбоме а на концерте он почему-то немножко другой но на концерте все летает все все гудит все это проскакивает так вот death of glory и кока-кола это откровенный угловатый панк декар чит монументальная штука love's rock веселуха for horsemen веселуха i'm not down веселуха revolution rock кавер версия традиционной ригги песни кто написал ее не помню но тоже с духовыми с полным весельем но на этом чудеса не кончились потому что revolution rock последняя песня мы открываем обложку доставим пластиночку и смотрим номер четыре revolution rock номер пять оба train in vain еще одна песня который нет не в текстах здесь не в кредитах на пластинке ее нет train in vain написано четыре песни а здесь пять это чудеса панк-рока артисты хотели эту песню выпустить бесплатно распространить бесплатно напечатать сингл чтобы его бесплатно дарили компания отказалась и поэтому они всунули эту песню на вторую пластинку из одинарного двойника но не написали они ничего на обложке вот такие чудеса слушайте clash это очень хорошая группа претензий никаких это не sex pistols и даже не boomtown reds хотя по мелодике здесь есть пара песен которые уходят в сторону boomtown reds боба гелдофа с его мелодизмом с его многоголосьями даже странными партиями и другими чудесами но здесь все прямо по честному и это на такой грани мейнстрима находится песня что кажется что иногда эта грань даже переходится но это все равно не мейнстрим это все равно панк это все равно честно здорово просто очень хорошо сыграно пойду пить и переслушаю эту пластинку еще раз пока до новых